Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях в Центральной городской библиотеке имени Юрия Николаевича Ревединского в рамках проекта «Прессона Ревединки» гость, велопутешественник Алексей Анатольевич Орлов. И сегодня мы поговорим об его путешествиях, о его философии, о его подходе к жизни. Алексей Анатольевич, вот я вас знаю, наверное, лет 8. Мы приходили в редакцию газеты, где трудился в то время, да и рассказывали о своих путешествиях. Вообще, очень интересно, с чего начались ваши путешествия? Они же не просто так возникли ниоткуда. Вы в то время работали в тургаянском родоуправлении, просто работником. И вдруг такие интересные путешествия с одного моря на другое море, с Тургаяка, на Байкал и так далее. Это, конечно, в моей профессии. Я учился в Миньянской грязочной технике в то время, естественно, по призванию геолога. Есть профессия геолога, есть призывание геолога. В принципе, у каждого мужчины есть одно призывание и есть профессия. Ну, как за профессии, естественно, если у меня, тем более, совпало профессия и призывание, у кого-то совпадает, у кого-то не совпадает. Если совпадает, то, в принципе, наверное, и было основой в том, что я работаю в геологии, экспедициях, естественно, в аду и путешествие, в принципе, наверное, сложилось так, что, как мы все понимаем, судьба нашего отечества. Потому что, естественно, понимая, что я был активный комсомолец, у меня в предыдущей школе был павелка, как Корчагин, а, естественно, понимая, что развал такого государства, СССР, естественно, для меня это просто не могу спокойно относиться, я понимал, что искал причины. И причину я увидел повторение Ивана Александровича Лена на грядущей России в 1948 году по моему изданию. И вот в этой книге я увидел, что он рассматривал, как развалилась царская Россия. Я увидел, что совпадение, разваление Советского Союза произошло по такому же сценарию, по такому же проекту, все в один в один. И поэтому, когда это все увиделось, я понимаю, что как-то решить вопрос надо как-то... Да, вот интересно, я знаю, что в 1996 году вы совершили первый крестный ход и с 36-килограммовым крестом прошли от Челябинска до Москвы, и из Москвы до Востока, и очень интересно шли, посещали Побожье, например. Вот это было первое у вас такое интересное путешествие, да? С крестом 36 килограммов, мы шли от Челябинска до Москвы, от Москвы до Востока, да. Ну, в принципе, это путешествие тоже, как раз, да, в принципе, вот это путешествие с крестом, наверное, хождение, наверное, поиск, чтение книг православных, и Руси, и философ, конечно, все было как бы в этом итоге, как бы. Естественно, я, наверное, как бы, понимал, что с автоматом вопрос не решить, что вместо автомата надо что-то другое брать, ну и крест, потому что так получилось, что судьба, в той деревне я нам работал, крест, ну, был, так сказать, и цирковный. А из чего был крест? Ну, железный и цирковный крест был. Большой по объему? 36 килограмм. Нет, нет, без. А, да? Два метра, двухметровый метр, два метра с лишним сантиметра, сейчас не буду уже. Вот рюкзак какой-то несли? Ну, естественно, у меня была катонка, вот там в то время, мешок, оба к замене, сделан по-армейски, на узлы завязанные, всякая тонкая. И вот вы тогда в крестном ходе были один, или кто-то вас сопровождал? Нет, я был один, мне, в принципе, как бы, я официально церкви не поддерживал меня, потому что, как-то, я и понимал, что, как-то, церкви не пошел брать благословение, просить, ну... Просто вы решили сами... Да, я понял, что это надо идти, да, да, надо идти. Решили себе доказать что-то? Не себе доказать, но то, что понимал, что, понимал, мне как бы, ну, нужно, наверное, было... Конечно, я постепенно понимал, что сначала одно, другое, потом, дальше касаясь, дальше увидел, что, действительно, вот эти бывшие партийцы, которые уже потом рясу надели, видел, как они к этому кресту также относятся, те же священники, одни относились как полога каяться, видев креста, с крестом. А другие просто боялись и шарахались от этого креста, не находясь, что они даже в рясе находились. А вот сколько времени у вас эти крестные ходы, сколько времени он занял? Ну, занял у меня, конечно, скажу, ну... грубо говоря, наверное, с осени... ну, и до рец. Ну, тоже... 9 месяцев. Ну, грубо говоря, спереди... Ночевали где тогда? Вспомните в то время? В то время на вокзала, в церквях, где вы только... Ну, где люди приглашали. Всяко, по-разному было. А знаете, почему я спросил? Вот у нас есть такой человек, Виктор Павлович Шестаков. Он тоже путешественник. И как-то у него... Я работал в Савуте в телекомпании Север-Савутского района, но он ко мне как-то в гости пришел. Я говорю, Виктор Павлович, а где вы ночевали там, прошедшую ночь? Он сказал, да я вот с автостопом шел, но что-то никого не было. Я, говорит, зима, я, говорит, под елкой, под трассой, зарылся под елкой и так, говорит, под елкой переночевал. Вообще, вот как это быт? Ну, это бы тоже... Мне тоже такое было не разное. Это там походный быт, где вот велосипед сломаться может, проколоться шином могут, еще что-то попасть в какую-то... Не дай Бог, Хавайи, да? Значит, ничего нет. Дождь идет, да? Зима или не зима, холодно. Вы где-то в тайге, вот как это? В принципе, для геолога это привычно. Потому что мы, работавшие в полевом парке, для нас это было как бы, ну, стандартно. В принципе, ну, если служить еще в армии, там тоже в палатке пригодилось в армии служить, когда жили, так сказать, в походных условиях, выезжали зимой в лагеря, учения были у нас зимние, там мы жили в палатках армейских. Ну, там коллективы, конечно, а тут они в одни и ночи, ну, в принципе, лапник везде есть, он не отменяется, поэтому подстелить... мягкую постель под себя, ну... А звери какие вас там? Ну, в принципе, вот эти трассы, дороги, звери, они никогда не тревожат. Потому что они чаще всего... Ну, бывали, может, случаи такие, что трассы там, может, были другие ситуации, когда звери... Были случаи, когда звери, может, беспокоили. Ну, не так сказать. Редкие, да? Ну, это редкие случаи, это, конечно, какие-то там, когда реально там уже... Ну, какие-то природные такие, это катаклизмы, а так это все нормально. Алексей Анатольевич, а почему Вы выбрали велосипед? Ну, велосипед попался к тому, что я, когда был на Байкале, после общения с 24-м Далай-Ламой, ну, Аюшев, как бы, фамилия, у него там большая иерархия, и вот, после общения с ним, он мне, как бы, ну, надоумно с водой подружиться. И, как бы, общения было в воде много, как это, что, как это, в вода, как бы, вопросы были... Ну, я, как бы, спрощаюсь с Байкалом, дал обещание ему привезти на велосипеде в воду, подарок. Понимаю, что, ну, как это, чтобы получить вот этот, ну, ключик Байкалу, к этим тайнам, которые там обалдают. Понимаю, что это очень громоздко и очень большой объём воды в тайне, в знании Байкала, ну, чтобы как с кем прикоснуться, же делать какой-то подарок. Ну, как бы, какой-то дар получить от него, чтобы взамен. Ну, дал обещание привезти воду на велосипеде с Тургайка. Потому что, я знаю, что тут есть брат Иваны. Младший брат Иваны. Да! Поэтому мне как бы автоматически сложилось, что пообещать ему эту воду привезти на велосипеде. Ну и все, как дал обещание, ну и все, моя жизнь начала меняться. Вот и по этой изюминке я стал чувствовать, что вода у меня начала... Байкал начал меня охранять. Охранять, помогать. И, в принципе, вода Байкал... Ну, через обещание... В каком году это было? В 2006 из МИАСа от Байкала? Ну, обещание было дано в 2006 году. Ага. Ну, вот в 2006 году это было дано. А в 2007 году я поработал на Тургайке жил дворником в Живычужном Урале. Тут дворником поработал в санатории. Ну, и поработал зиму над дворником. Убираем мусор, подружившись еще дальше с Тургайком. И я, ну и, конечно, накопил средства на велосипед. Там стали друзья помогать у меня. Вот Александр Радченко был. Он в Челябинске, его женат там, в редакции работал. Он сам директором дворца Колючки работал. В принципе, такой тоже спортсмен, спортсмен, марафонец. Он, когда жил в Челябинске, он активный такой спортсмен был. Тоже давай поддерживать, давай велосипед помогать, снаряжение подсобировать. Что за велосипед такой? Ну, я показал, наверное, велосипед, надо сказать, шоссейный. Стелс самый дешевый. За то время там, наверное, тысяч за двенадцать купил. Вот такой самый практический. А, даже в то время еще дешевле он был. Даже шесть тысяч был. В принципе, вот такая цена была. Вы купили и сразу поехали? Ну, в принципе, не сразу. Я вот обошел в озеро Тургая, набрав воды для Байкала, подарок. Ну и, конечно, мне позвонил. Пределитель мне поделился своим желанием журналистами, так сказать, в Кургане. А он поделился еще с кем-то, еще с кем-то. И они... Я тут куда-то обхожу. Это как раз на Мазонградке жил, здесь далеко, так сказать. И прихожу домой, с друзьями обошел только Тургая. И все, мне в принципе... Тут же главный редактор газеты звонит и предлагает пойти в сотрудничество. Вот вело по ходу. И вот мы договорились, что вот я хочу, желаю. И вот... Мы договорились, что старый будет с Оренбурга. У них редакции возможность, так сказать, как бы... Ну, я говорил, чтобы Тургая был в заходе. И я, естественно, выбрал маршрут и стал Оренбург. И в 2007 году... А, вы на велосипеде? Нет, я приехал туда на поезде. Обыкновенно, как бы, заранее приехал на поезде, естественно. Там меня, так сказать, провели предконференцию. Вся администрация и почетным эскортом проводили, так сказать, до выезда из города, в Оренбург. И, в принципе, в 2007 году, 20 августа, начали с ней искать колесные киловиджеты. Да, уже чистые. Вы еще не подготовлены для велосипеда. Ты был спортсмен. Сколько времени до Байкала вы ехали? Сколько километров каждый день приезжали? Ну, я в то время приезжал уже, конечно же, в среднем по 100. Ну, да. И я успел только доехать, без снега, до Новокузнецка. До Новокузнецка доехал, там выпал уже снег. И, по-моему, даже до 7 ноября. На оябрьских праздниках был уже снег выпал. И я уже до Междуреческа доехал, пообщался с туристами базы. И потом, конечно, когда уже хотел идти, понял, что маршрут выбираю, что там можно было бы по землю, по землю ехать через горы. Ну, там уже снег выпал, чтобы понял, что мне там не пройти. И я же выпал. Идти по Шпалам до Хакасичной, через Балексы. Там 70 километров будет без пути. Тоже езд на дороге. Потому что мы объяснили, что в каждом 2-3 километре есть путейские будки. Там можно переначать. И там можно переначать, они не закрываются на замок. Там есть печки. В принципе, лучше я буду рисковать, конечно, чтобы попасть под пояс. Чтобы мне с грузом, с рюкзаками надо было вормия слинять, это же из раздраженного пути полотна, чтобы от пояса не попасть под колеса. Чтобы не зацепило потоком воздуха. Естественно, я эти 70 километров 10 дней и шел. За 10 дней 70 километров бывало где-нибудь до 20 километров, по 3 километра пройдешь. Потому что пока загрузишься, снега много, пока вылезешь на трассу, опять шум уже какой-то идет. Знаешь, мне рассказали, что интервал движения там 15 минут. Мне было около 10 минут спокойно идти, а потом уже надо было прислушиваться. Вот оказывается, что каждые 10 минут я напрягаюсь слух, что ребята там. Понятно. Ну 9 километров, конечно. Ну и, в принципе, я, конечно, дошел, писал. И самое трудное испытание было, конечно, вот эти 70 километров. Пройти в жизни. Больше мне такого ничего не попадалось. Это еще высокая нация, вам приходилось на нее забирать? Да, да, да. Ну, сходить от дороги, да, да. Естественно. Ну, как бы, потом в Хакасе меня хорошо встретило. И я в Хакасе, там по школам, встречи, у меня все уроки географии у меня были. Я не каждую школу встречал уже, буквально по ходу маршрута. И все, и тогда сама Абакана у меня, в принципе, проблемы. А когда добрались до Байкала? До Байкала я приехал на Верховск. В Верховске я приехал 3 января. 3 января, да. Мы зимой ехали по красе, там на велосипеде навернуться вообще легко. Но я, правда, уже финишировал не полностью своим ходом. Я вот уже после Абакана, уже там немножко доехал до Курагина. Еще своим ходом чуть-чуть было. Понял, что дальше уже населенных пунктов нету. Я уже пересел на электрички. Пересел на поезд, я уже велосипед загрузил багажом. И, в принципе, доехал почти там. Ну, немножко возле Ташити чуть-чуть проехался, чуть-чуть попытался еще по трассе поехать. Понял, что там мороз еще сильнее ударил. Я там доехал до ближайшего поселка, нашел директор школы, как говорится, объяснил, кто я такой. Мне в Ташити хорошо, там, в администрацию району объяснили, как директор школы, в случае чего начинь. И чтобы я мог, ну, если надо бы, предначать, чтобы я, так сказать... В одном из своих интервью Вы очень сказали интересно про восточную часть страны, значит, душевный, где-то приют какой-то дают. Вот действительно это так? Ну, вот так получается, что здесь Сибирь, она, ну, ура даже, начиная уже с республики, с Башкирии. Вот с Башкирии уже да, вот тут уже по-другому, а дальше в Башкирии уже по-другому. Вот, вот республики кончаются, даже в Калмытии еще так было, в республиках. Ну, сказать, Чуваши там тоже как-то немножко... Ну, если на Севере тоже так же было. Вот, в Севере, просто Архангельстан, ну, грубо, до Ярославля. Еще, в принципе, там так, тоже, в принципе, если какая-то проблема, приходишь в администрацию, там, говоришь, что... Белоприятия. Ты такой, да, представляешься, кто такой, тебе в администрацию вязал помочь где-то посушиться, даже в музее, ну, в музее давали возможность сушиться, Сторожем договаривались, что мне вещи давали возможность разложить, посушить, просто было промокшее все было, подожди промокал. Естественно, там было свободно, можно было, вечером, когда все закрывалось, тебе вещи разложить, высушить, утром забрать, ну, пускали на ночь вот так вот вещи просушивать. Ну, думаю, в других местах, там даже, боятся, вот, был Новороссийский примерно приезжал, там велосипедисты меня встречали, встречу организовали, но пришлось вечером ночевать на вокзале. Вот так, ну, в принципе, уже люди вроде тебя знают, заранее приглашают, зовут, встречу организуют, но в итоге идешь ночевать, куда одеваться, потому что за город пытался выйти, чтобы где-то палатку поставить. Ну, там горы, там, с грузом перейти, ну, тяжело, и ночью, тем более после приезда, куда, где искать, город не знаю. И тут пришлось вот так, ну, понял, что вокзал, на улице не останешься по всей этой улице, но все это, как бы, южный район, это не поймёт, там не принесусь на улице, что на юга. Поэтому, ну, пошли за вокзал, трепарить, тащить свой груз. Вообще, вот, едете, едете, вот велосипед же легко ломается, вообще, вот, два счета, да? Вот, вы уже знаете, вы, наверное, как в потёкках почему. Ну, откройте секрет, вот, едут у нас, велосипедисты, столько километров проехалось, ломалось, колесо проткнули. Как вы с этим управляетесь? Ну, как бы, с собой везёшь запчасти, инструмент нужно, необходимый, что, в принципе, ремонт всегда, ну, как бы, видишь, что и по дне, по дне, это ломает. Ну, бывают неожиданные поломки. Бывают, конечно, что вот. Ну, что-то запас, врачи, ввозил с собой запас, как-то что, обувь водил, запасное колесо ввозил. Вы за полчаса можете его весь перебрать? Не полчаса, ну, по разному, конечно, смотря какая поломка, ну, естественно, как бы, разбираешься, забираешь, ну, конечно. Откройте секрет, какой самый надёжный велосипед и не ломается? Ну, самый простой. Самый простой. Вот, причем, для меня казалось, который я покупал, что если даже он ломается, вот, у меня даже недавно, что-то поломалось, сказать, ухо от колоса, от багажника, от велосипеда, я просто, подъезжаешь в автомастерскую, показываешь, что тебе надо делать, тут же делают и всё. И потому что есть сварщик, он тут же тебя заварил, заварил, сделает, ремонтировал. Ну, в принципе, ну, в принципе, любой в деревне маловайский сварщик уже может теперь отремонтировать, помочь. Ну, даже это такая полука, которой дисварка нужна. А когда возьмешь дорогой велосипед, там другой металл, другие сплавы, естественно, уже будет... Просто понятно. Да, будет намного дороже. И мастерские такие не везде они есть. На которой уже спецавтонобильная мастерская нужна. Уже теперь ни один тракторист уже не заварил. Понятно. Вот очень интересно. Вот в одном из ваших интервью я прочитал, что, ну, как бы, вы можете путешествовать даже без денег и работаете. Да. Собственно, дворником-то вы пошли работать, потому что график удобный, в любой момент можно сорваться. Да, чтобы можно было купаться на тракторе. Я в то время пошел именно за то, что я мог... Просто так уехать на другой канистрам, например, да? Здесь надо увольняться на работе, а здесь было вам попроще. Вот сколько, если не скрыть, денежек? Вот это интересно сфера, но никто не слышит. Мы как бы просто... Я с вами разговариваю. Сколько денежек вот эти путешествия у вас съедает? Откуда деньги? Кто? Снаряжение, главное, нужно было, чтобы заряжать. А потом идея, в принципе, если идея есть, и ты как бы готов, встречаются всегда люди, те, которые эту идею поддерживают. И, в принципе, гея сама себя кормит. Если гея поехать, ты едешь. Если вот я ехал просто, наверное, по личным путешествиям, когда к сыну варю, когда время было сжато. Естественно, я брал в отпуск, и там средства чисто были на моем материальном финансировании поездки. А когда уже... Ну, в принципе, главное выехать за областью. Вот ты выехал за областью Кургановской или Башкирии, выехал, все, ты в другой области. Тебе, ты, как бы, чужой, другой регион приехал, тебе, в принципе, каждый, кто с тобой останавливается, кто с тобой разговаривает. Ну, в день, чтобы не останавливались, тут никого нету. Всегда кто-то останавливается, кто-то общается. Ну, и как? Кто-то помогает. Ну, и, в принципе, все стараются чем-то тебе помочь. И знаешь, что ты делаешь, что-то не из себя лично, что-то как-то пытаешься что-то... Ну, везете годы с Черного моря? Ну, да, ну, да. Или вот... Потому что даже вот я, когда выехал там, просто Архангельска, ехал, мне тут говорят, куда едешь? На Черный, а откуда-то с Белого? Ну, и, в принципе... Кому-то вопросы больше не возникало, кому-то еще что-то. С Черного моря? Да. Это очень интересно. Вот, я знаю, что у вас сын есть, да? А где он сейчас? Можно два слова? Конечно, у меня он в Екатеринбурге живет. Жил в Ленинграде, в Санкт-Петербурге жил какое-то время на родине моего, наших предков. Ну, сейчас, в связи с тем, что моя семья создается, он переехал в Екатеринбург, чтобы ближе быть к ней, как бы, в будущее своей супруги. Она учится пока студентка в Екатеринбурге, поэтому он к ней поближе переехал. Ну, пока он тоже в планах переехать в Ленинградскую область, там, как бы, на родину моего деда, потому что... Скажите, вы много путешествуете по нашей стране. А что в нашей стране необычного, наверное, на ваш взгляд? Потому что люди ездят на машинах, а вы на велосипеде. Вы замечаете с самого низу, вы не замечаете то, что не видят многие люди. Потому что к родникам. Родники люди не замечают. И приезжают на машине на родник. Я считаю, что на родник, в принципе, нужно ходить пешком. Пешком, на велосипеде. Это, в принципе, родник, наверное, то же самое, что... Ну, святые мощи какие-то. Потому что понятно, что... Ну, какие-то... Церковные, да. Да, потому что что-то религиозное. Потому что для меня понятие родник это... Ну, это... Начало, начало. Потому что мы же как бы состоим из воды. Естественно, человек, состоящий из воды, у него, ну, 80 процентов, 70 процентов. То как говорят? Ну, по-разному. Ну, большой, мы, в принципе, состоим из воды. А если ты к тому же, к чему ты состоишь, подходишь на машине, или даже на машине подъехал, но по-быстрому набрал, ушел, не посидел там, не поразмышлял... Я даже в последнее время путешествия, я понял, что лучше даже переночевать. У родника есть возможность переночевать, еще переночую. Потому что, по-моему, что, оказывается, вот эта наша вода... Мы как бы, ну, скитаемся в этом мире. Потому что мы, человек, наверное, не привязан. Нет привязки мы... Потому что и болеем, и все, что оно... Оторванных корней. Ну, как? Понимаете, если взять любое растение... Если его с места на место постоянно пересаживать... Ну, любое же растение... Возьмите любой домашний цветочек и будете его каждый день пересаживать с места на место. Он будет расти? Нет. Нет, конечно. Так и мы. Мы же люди тоже постоянно куда-то перемещаемся. То в один место, то в другой город, то в третий город. Естественно, мы себя и оторвали от этих корней. Ну, правильно? Живое растение, живое биологическое какое-то вселенское организм. И мы вот так болтаемся, так сказать, в этой жизни. И оттуда мы потом переходим на искусственные таблетки, на все остальное. Кстати, вот вы путешествуете там, по холоду, ветер, дождь, не болеете? Нет. То есть совсем? Да. Потому что болезни... Вот потому что я к родникам проезжаю на велосипеде. Я там где-то задерживаюсь, нахожусь. Потому что каждый родник для меня что-то дарит, что-то новое. И новые мысли. О болезни, в принципе, это я предоставлю всегда с протуханием воды. Вода протухла, она потерялась в части энергии, она деградируется. Мы протухли, мы заболели. И, в принципе, и вода, естественно, как бы... У нас болительно пьет очень, вода начинает. А потом уже последствия, уже последствия всего, что там у нас... Ну, естественно, где-то слабое, что-то в организме что-то... Как бы... Более слабое место, там и вылезает эта болячка в виде чего-то. А по идее, изначально, если структура воды там поменялась, активность в жизни поменялась... Кстати, вот тоже интересно питание. И, например, вот вода. Вы пьете только воду или чай напьете? Чай – все пью. Просто я в питании... Ну, конечно, я, находясь у родника, естественно, начинаешь с родника чистой воды живой пить, уходишь, с родником прощаешься, так же умываешься, потому что к роднику сначала подъезжаешь, умылся этим водой, уходишь – тоже умылся. И как бы на дорожку посидел, родником умылся, попил и пошел. Вообще самая вкусная подарки у нас, на мой взгляд. Ну, в принципе, все родники их не перечислить. В принципе, их не скачаем. Ну, в принципе, то место, где ты, наверное, подходишь, сам созрел к самой твоей, наверное… Малая родина. Да, малая. В данном случае, вот последний мой поход, вот сейчас по Челябинской области… Челябинской области и Башкирии. Башкирии, да. По Южному Уралу, родникам Южного Урала. И понимаю, что он как раз и был, наверное, тоже как под… связан тем, чтобы вот этому, ну, как бы, наверное, подружиться еще раз с Челябинской областью уже, не только с окрестницей Миаса, так, Дугайка, окрестности, но просто, как бы, надо расширить немножко свою, сказать, людьми, не только городскими ознакомиться, общаться вот в городе, ну, и сельскими там, потому что знаю, что в области очень много разных национальностей, народностей. Область большая, люди в селах живут там, как бы, вот, как бы, интересно было поездить по области, познакомиться, ну, и воды равной попить, родниковой. Александр Анатольевич, а хулиганов не встречаете? Едите, например, на тысячу килограмм проезжать где? Ну, в принципе, хулиганы, наверное, все меняются. Потому что мы меняемся, и хулиганы меняются. У хулиганов, если ты его не провоцируешь, он тебе не хулиганит. Потому что тоже, если ты в себе вода, которая не изменилась, ты сам стал другим. Позитивно заряжаешься. Да, естественно, позитивно ты настроенный и хулиганит. Ты его не спровоцируешь, ты его провоцируешь на добрые поступки, на доброе понимание жизни, и, как бы, никакого конфликта не бывает. Вот друзей много приобрели в ходе путешествий? Ну, естественно. Ну, у меня есть ВКонтакте, так, смотрите на страничку, там, сколько там подписчиков, сколько друзей, ну, большинство из них я лично встречался. по трассе, по дороге. Особенно те, которые, ну, так сказать, разные регионы, большинство я с ними не на трассе встречался. Люди, которые, как бы, так вот, общались. Вот, вообще интересно очень, да, сколько у вас вообще на вашей, за вашими плечами, больших велопутешествий? Вот, вот... Я тебя перечислял, считал, 7 или 8. 7 или 8. Да. Это вы ездили до Чёрного моря, до Санкт-Петербурга, до Белого моря. Где ещё вот были? Ну, вот, на Алтай ездили через Казахстан, вот, 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 был у меня, вот, через Омск, по Иртышу, до Усть-Каменогорска, через Барнаул и в Новокузнецк. Это, в принципе, у меня, как бы, был, конечный пункт Абаза был, в Хакасии. Ну, в принципе, я раз, через Хакасию два раза ездил, ну, и тут же Алтай, раз, поскорее всего, я думаю, мне тоже бы затеревался, что, как бы, Алтай захватить. Ну, и побывать ещё раз в Хакасии, по поводу, оказалось, потому что, это будет 2016-2017 год. Вот. Ну, в принципе, сих пор я, я вот, как бы, ну... Алексей, а почему у Вадьи ездить, и почему не найти группу единомышленников, которые искали, тоже поехали? Ну, пока, вот было время, чтобы одному ездить, чтобы чему-то научиться, больше опыта привезти. А сейчас, конечно, вот я вот и понимаю, что у меня, как бы, начинается уже что-то, подготовка, что, вроде, ну, будущее пробеги. Я понял, что, будущее пробеги уже одному не будет. Потому что, я, когда занимался детьми, воспитали, вот, пока Тургайского управления работал. Вот у вас Сибиря. Да, был кружок у меня, Сибиря. Я пять лет вел кружок, вот так, работать, Тургайского управления, там, машинистом, было в СМОКТЕ. И охранником работал, путеецом работал. И, как-то, вот, вел кружок, при поддержке, простою в Тургайского управления. Мы с ребятами лет пять занимались, ездили походы везде, тут в основном Тургайты частенько приезжали. Как раз, в то время у меня сын, еще подростком был, и он, как бы, мне помогал, ну, не сказать, это, Пермайский поселок там, школа номер третья, ну, вот, в принципе, я вот, не знаю, они звезды, все время, и зимой, и летом. Ну, не зимой, ну, снег выпадает, я с темалью, поэтому она уже стряпалась, и пока, вот, ну, что за какие-то, наши челябинские делают, я же вторую такую ношу. Да? Да, первая у меня вообще не стряпалась, вторую покупал, ну, вот эту покупал в пятнадцатом году, вот и шесть лета. Ну, в принципе, все лето, как снег растает, а там осенью, почти на шум. И, естественно, где-то позаработать, где-то сырость, большая влажность. А реально она, то есть, спасает какую-то нормальную, там, плюс пять, плюс десять, можно ее одеть? Ну, мы шевелюли, это ничего страшного. Поэтому, не шесть. Ну, эти более в походных условиях нормальные. Очень интересно, очень интересно. Вот, планы. Сейчас включу флешки, мы будем вместе смотреть. Расскажите о планах, о творческом понимании мира вашего. Есть какие-то планы? Ну, планы, наверное... Когда вы еще хотите, может быть, за границу? Нет. Я, я же все-таки говорил, что я начал вытешиваться с той проблемой России. Изначально первое, что я начал говорить, я писал, что я, ведь меня больше волнуло, что развал Советского Союза. Да, да. Вас побудило. Да. И понимаешь, что вода является средством, которое без религии, без национальности, без политических взглядов. Вода ни в политике, ни в религии, ни в межнациональном. Потому что она объединяет всех людей, это зависит от этого, среднего. потому что мы все состоим из воды, любой национальности, все состоим из воды. Естественно, раз вода нас объединяет, и понимаешь, что вода, тем более, вода родниковая, и нас уже, как бы, будет объединять. Потому что, мы, как-то, если думать о том, грядущем, я понимаю, что скоро, наверное, к роднякам мы будем относиться получше. Потому что у нас вода в водопроводах не очень. Да. Ну и это, и другая факта, что вода не очень, потому что, и то, что и жизненная эволюция, потому что, нам необходимо, как бы, чтобы поднимать свой уровень развития, потому что, чтобы наш мозговой потенциал немножко побольше работал, из 7-8%, чуть побольше, хоть какую-то долю процентов, чтобы иначе, ну, мы, как бы, ну, будем сказываться в тем, как обезьянам, что нас ждет уровень... Да. Да. Уровень обезьян нас ждет. Тем более, нам помогает современная жизнь к этому потрестывает, чтобы мы туда быстрее пошли, чтобы немедленно в обезьян превращались. Нас помогают нам, многие люди хорошие, но в этом, в принципе, и хорошо. Потому что, если бы нам палки в колеса не ставили, мы бы так бы жили бы, не напрягались. потому что человек, ну, когда его немножко ругаешь, бьешь, он начинает напрягаться. Пока нас не бьют, не ругают, не гоняют, мы не напрягаемся. Ну, вот, почищем, по течению плывем, плывем, пока нас пяток клюнет куда-нибудь. Четких планов, куда-то поехать нет, но просто... Да. У меня план, почему? Естественно, был мне же план, который окропить могилы, братские могилы, надо сказать, тех фронтовиков, которые у нас, земляков, я считаю, могут земляками сказать, Челябинскопус, что Челябинскопус сломал роди для меня. Естественно, земляки воевали, жизнь свою отдали, ну, и окропить эти могилы водой, которая наш... Конечно, это было бы, наверное, для... В принципе, нас бы, наверное, мобилизовало, нас бы молодежь немножко перевоспитала, чтобы мы к своей родине по-другому начали бы относиться, и мы, может, на шагу выросли бы. Эта вода помогла бы нам еще как-то новые свои извилия развить. Продвинуться. Да, продвинуться в развитии, естественно. И мы выполняя вот этот долг, выполняя, так сказать, долгами перед своими предками, родилы, сказать, своих прадедов. Естественно, за время этого похода мы стали бы другими. Мы стали бы такими, как они, были в то время. В том же, наверное, подъеме, голыми руками защищали Родину. Особенно, я понимаю, я читаю дивизии, которые приходили на фронт, наши, первые дивизии, которые 41-й год, они приходили, их вооружение было всего лишь на 30%. Люди, ну вот, боевая подготовка была на 30%, и 70% люди шли голыми руками в атаку. и буквально в 10 дней погибали пол состава дивизии. В течение 10 дней погибали большая часть дивизии. В первых боях люди в зеленке оставались в могилах братских. В 10 дней первые бои, сложность, атаки сразу бросали с эшелона, и они оставались там. все. получается, естественно... Ну, месторубка была. Да, естественно, как бы, люди, ну и их не почтить, как бы, не возродить вот это. Есть повод поднять молодежь, воспитать молодежь, через это, молодежь станет уже совсем другая. Мы сможем, они могут потом повторять такие же подвиги, как их прадеды. ну, как бы, мы молодежь не потеряем. И, когда нам будет уже 80 лет, мне будет 80, 70 лет, я буду, знаешь что, вот эти, которые мы сейчас, ну, как молодые, они будут нас защищать. Когда мы уже не способны будем с нами держать в руках уже все. – Алексей Анатольевич, интересоваться, как он путешествует. Потому что, человек уникальный у нас, взял на велосипеде, поехал на несколько тысяч километров, поехал и вернулся, водички в Байкал вылил или в какое-нибудь озеро из мяса, передал частичку энергетики. – Алексей Анатольевич, у вас у меня никакой есть вопрос? – Да, пожалуйста. Я буду попросить Алексея вспомнить такие ситуации, когда для обычного, для одного человека они практически так не подъемные. неподъемные. И вот как ты выходил из этих ситуаций? Например, когда тебе показали, что нацечу тебе волк идиот, или когда ты ночуешь в лесу, и рядом клещей тьма, тьмущая, и тебя так почему-то они не кусают, или вот когда ты чувствуешь, что на улице температура, в которой можно заболеть, но ты абсолютно избегаешь вот этих моментов. Каким образом болеться? – Ну, это можно, наверное, мысли настроить, потому что когда ты настроен позитивной мыслью, все, и ту же воду я же употребляю, естественно, наше мышление меняется, наша энергетика, наверное, поле меняется. Естественно, ты же становишься другим, и все, наверное, тебе плечи, и сложные ситуации всегда приходят нужные мысли, идеи, как тебе правильно поступить. Ну, как бы, когда ты, как бы, позитивное настроение, у нас же всегда есть, ну, на то и, наверное, создают и сложные ситуации, чтобы мы что-то могли себе поднять. Я же, как бы, пока нас не бьют, петух не плюет, поэтому у нас возникает эта ситуация. А почему возникает? И решается, потому что ты спокойный, ты идешь уверен, знаешь, что ты должен это делать, и выход всегда находится, как тебе сделать. Кстати, очень желанный персонаж для журналистов. Да. Я открыл интернет, и я прочитал про вас, наверное, 10-15, то есть больше статей. Притом, вот, по Башкирии вы поехали, вот, месяц назад, и уже в Уфреев где-то вышла статья, в Училининском, где-то там еще в районах, тут же вышли статьи. Приезжайте в Санкт-Петербург, там АИФ вас берет интервью. Откуда вот узнают, что вы едете? Ну, в принципе, я и сам захожу кое-где. Да? Да. Потому что вот тоже интересно, вот так вот еще парень придешь, да, никто тут не описать не будет. Ну, как бы, когда они смотрят в интернете, кто такой, без разговоров, а если, АИФ, который я, когда финишировал, мне же АИФ в Челябинске писал, когда я с Байкала вернулся, придешь в Орду, там, хотя бы, в Челябинске. АИФ начали писать, и они уже, как бы, друг другу из акций, как бы, раз, было. Ну, это Черномой, вот, как раз, Новороссийск, сын там далеко служил, ну, это наш колледж, где я постоянно у дверей частенько бываю, раз там учился, я даже закрытые двери и то подъезжаю. А это уже, вот, перед Челябинском, там, поселок Клубный, вот родник тут, Ваш знаменитый стелс, которому сколько лет? Ну, этот велосипед у меня более, может, последние треди. А, все-таки не вечный велосипед. Нет, в 12-м году я покупал, в 12-м году покупал. Ага. Ну, это уже, по фотографии, с этого похода, вот, в мае месяце, я как раз, приезжал в администрацию, там, по Челябинску ездил, вот, это поход по Челябинской области. Вот. Очень интересно. Как Гагарин еще, занимался, это именно, училище, где, ну, Гагаринский. Мне показали, что в Южноурайске есть глобус, в котором, Гагарин когда-то, как бы, учился на этом глобусе. Ага. Ну, это уже, музей. Да, вот интересно, поменять, вот, как легко, вот, вот, Владимир, например, едет на велосипеде, лопается, не лопается, камера. Что делать? Ну, самое простое, чтобы она не область, надо туда шубу постелить. Старую, взять камеру, может, подстелить между покрышкой и камерой. Ну, это мне еще, колнуки подсказали, там степи, и плечи много, колючки очень большая. Естественно, чтобы колючки тебе, камеры не кроу, нет, возьми старую, ребятишки даже подсказали, там, колнуки, и я всю покрышку, камеру положу, в принципе, я вот в этом году проездил, ни одного проколу него, как забрал, три камеры запаски, так и ни разу их не поставил. В принципе, в принципе, я вот, все лето объездил, и на проколы. мы ездим, пробиваем, на колеса, они сам-то все вот проложат камеру еще. Да, ну, бывают проколы, редкие, ну, бывают, они, ну, когда что-нибудь там, как бы, реально уже, что-то прозеваешь уже, наскочишь. А так, ну, вот в одном походах, когда езжу, в СМИ встречаюсь, встречи разные, так сказать, в школах, так вот, в некоторых районах организовывали. Прямо, вот у вас баклажа висит на вашей сети. Ну, килограмм пятьдесят, наверное. Килограмм пятьдесят. Тем более, в гору где-то. Ну, где-то в гору, пешком пришел, уходят сети. Ну, вот так что, музей наш, в Челябинской области. Да. Килограмм пятьдесят. И что у вас там, родники? Ну, я там везу весь запас. Я же, как бы, рассчитываю на автономное. Ага. Поэтому у меня и теплые вещи, и ремонт, и какие-то чистые одежды. Что палатка у вас там нет? Расскажите. Ну, палатку большая. Ну, я двухмерскую палатку возил. Сейчас даже трехмерскую взял. Вот, поехал, последний поход в трехмерскую поехал. Ну, как бы, зато велосипед уже под крышей, газовая горелка тоже повнутри. с комфортом. Да. Я в последнем путешествии здесь уже комфортно. Потому что у меня ни ветер не дует, ничего. Я горелку поставил газовую в тамбуре, и мне не дует, и не задувает ветер. Очень сильный, ну, все. Проблем нету, как горелка. Чтобы ветер не задувал горелку. Это очень интересно. Ну, вот такие родники. А вот только по асфальтным дорогам или по путешествиям? Ну, всякие полевые дороги приходилось, потому что сейчас заезжаешь на родники, срезал немножко кое-где, полевыми дорогами. Естественно, по Челябинску бы съездил. Бывал, что полевыми дорогами ездил. Ну, полевыми я понял, что, получается, даже дольше. Со своим грузом завязаешь то песок, то еще что-то там, ват. И я, сколько, раз-два ездил полевыми дорогами, и залез, езжу, прямая дорога, а в итоге еще больше времени тратишь. Ваша палатка. Да, вот, последнего. Это шикарная палатка. Это там, чуть ли не четырех местных. Трех местных больше. Трех местных больше. это на Ураляк, на фоне города Мияса, исток Мияса, где, у нас, внизу, уже, река Мияс начинается. Это, вот, на Красном площаде. Кстати, вот, вы приехали на Красном площаде, в сапогах Берца. Вам никто ничего не говорит о милиции? Нет, мне даже знаки убрали. В принципе, так-то висит знак, вот, кто приезжает в Москву, там висит знаки, что, сумка у меня, Турлики, как на вокзал, и через это проходить нельзя. перед моим погодом все убрали. И это, представь, один раз было, что я, в другой год, приезжаю, тоже, вроде, в этот день, 4 ноября, все на знак, уже, нельзя было. Ну, в то время не было. Ну, в принципе, один раз, в двенадцатом году, и первый раз, когда был, как раз в площади, подходили и спрашивали, и тут даже не меня фамилию спрашивают. Почему себе, сколько у вас похоже так? Ого! Так, вот, допустим, велисопед бедный, везет 50 кг от груза, и вас, например, 60, 110 кг. Ну, вот поэтому я меня в багажнике, в последнем походе, уже не выдержал, потому что полевые дороги, багажник немножко у меня ломался. А, так-то вот. Это наш музей, где уже были такие колледжи техники. Да, 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 да. и районы, гретинского района. Ну, очень некорректно. Ну, это вот тоже, это гуськи тут уже, фотографии. Можно такой некорректный вопрос, мы не снимаем, просто интересно. Вот, раньше я смотрел, у вас фотографии старой, без бороды. Ну, тогда еще не отросла, не отрастала. Да, было меньше. Потому что у нас на России, например, в 18-ом веке, в 19-ом считалось, что вот мужчины, у нас были все эти бороды. Это ладно, Петр первый там что-то начинал, но вообще, вот раньше начинал, в 17-ом веке, что вот, люди были из бороды. А вот, вот когда борода есть, вот говорят, что лучше ощущение. Ну, это еще лучше, волосы, потому что, зря у индейцев, когда вот им начали волосы стричь, когда вот пришли американцы, англичане, пришли в Северную Америку, иначе волосы стричь. И те индейцы, которые там имели, обладали, как нам показывают фильмы, да, все эти качества не потеряли. Просто по стричке волосы. Потому что волосы, и вот это, уже ощущение природы теряется, как бы срезать. Ну, у меня привычка в геологии, потому что я работал в геологии, 17 лет в экспедициях, поэтому у меня привычка получилась бороды, именно с том, что я работал в тайге, что отмашки, и ну, привык, волосы я на голове еще немножко постригаю, когда вот, полностью с отцом возвращаюсь, уже на работу устраиваюсь, а бороду, в принципе, как-то уже ношу, ну, не то, что привычки, как-то, обыкновенно, нормально. Это я на российский, когда приезжал к сыну в часть, встречи, вот замполитбригада у меня, встречи все организовывал, тоже политзанятия проводил, на военной базе, здесь прямо, туда запускали, все это организовывали, мы, ну, в Умаев-Курган, Волгоград, Волгоград. На этом, дорогие друзья, мы завершаем нашу встречу, а всем напоминаю, что у нас в гостях в Центральной городской библиотеке имени Юрия Николаевича Лебединского был велопутешественник Алексей Орлов.